Приветствую вас! И ситуация заключается вот в чем. Вы, со своей стороны, сделали все, что могли для того, чтобы как-то образумить своего молодого человека, чтобы как-то направить его в сторону самостоятельности, в сторону организации собственного семейного образования. Но ничего этого мужчина не сделал. Почему? Потому что он психологически, морально не готов идти против родителей и окончательно как бы отсоединиться от них. На это влияют и его традиции, и его воспитание, и религия, возможно. И вы, со своей стороны, сделали все. Вы разговаривали с ним. Вы разговаривали с его родителями. И ничего хорошего из этого не получилось. Почему? Потому что мужчина сам либо считает, что компромисс между вами и родителями возможен в будущем. И он мечется между вами. Либо он все-таки считает, что родители дороже. Потому что родители в любом случае будут всегда с ним. А вы можете уйти от него, у вас может что-то не получится. То есть мужчина не готов броситься с вами в ум и с головой. Он готов проводить с вами время, пока это вот ни к чему не обязывает его. В глобальном плане, в глобальном смысле. Но дальше он не готов. И он знает, что как бы родители и сына его не ругали, не закатывали ему скандалы, но они сразу от него не выйдут. И вы знаете, самое страшное в этой ситуации то, что мужчине у него 33 года. То есть человек уже более чем взрослый, более чем сформировавшийся. И он ведет себя вот таким образом. Ну это, мягко говоря, наводит на мысли о том, что у него есть какие-то комплексы, какие-то страхи и проблемы. И вот, наверное, именно это вам и нужно ему сказать. Что, дорогой, у тебя есть, вероятно, проблемы, связанные с нашим психологическим состоянием. Потому что ты ведешь себя не так, как должен вести себя 33-летний мужчина. Сказать это нужно мягко, ненавязчиво, доброжелательно. И я сейчас не склоняю вас к тому, чтобы, допустим, вы организовали консультацию, допустим, его с кем-то из нас по нашему ресурсу. Это не реклама, нет. Просто это один из вариантов, по которым он так себя ведет. То есть, что мешает человеку, безумно любящему вас? Понятно, что вы его будущие, а родители и родители просто со временем смирятся. Что мешает? Только страх. Страх настолько сильный, что в своей годе, в своем возрасте, мужчина не готов, а родителям что-то конкретное противопоставит. И это, если он руководствует с нелюбовью, если он откровенно их не поддерживает, а из вашего письма получается так, что он не поддерживает их, что он, в принципе, согласен с вами, а не с ними. Но из этого вытекает, что у мужчины есть определенные комплексы по отношению к родителям. То есть, есть какие-то аномалии в детско-родительских отношениях, и их нужно решать. Вы можете обращаться не к нам, вы можете обращаться не на наши ресурсы, если хотите, но то, что вашему мужчине нужна психологическая помощь, это факт. И только-только психолог может помочь вашему мужчине осознать не то, что он хочет быть с вами, а помочь ему понять его приоритеты вообще, куда вам хочет двигаться, и кто для него есть родители, а кто для него есть, скажем, вы. И у вас этого не получится сделать, потому что вы связаны с ним как бы личным отношением, и все, что вы говорите, воспринимается через призму субъективного восприятия. Это первый момент. Что касается следующего, то здесь нужно сказать так. Мужчины, по своей сути, вообще существа достаточно ленивые. Они ленятся довольно часто и не желают предлагать какие-то усилия, если на то нет достаточного стимула. Соответственно, мужчина ведет себя с вами именно так, то есть он и предлагает аборт, он и как бы разрывается между вами и родителями, потому что убежден или считает, или считает, что вы никуда от него не денете, что вы будете все равно с ним, что вы терпите, допустим, тот же аборт, да, что вы терпите тот факт, что он там не может с родителями никак решиться. Он почему-то думает, что вы будете это все терпеть. И вот именно в этом желательно его разубедить. Именно в этом желательно опровергнуть. Его точка зрения и касать. Что да, я тебя очень люблю, дорогой, но, во-первых, мне нужен мужчина взрослый, который может что-то поставить твоим родителям, вместо тебя против выступают. Мне нужен мужчина, который отстаивает свои интересы, интересы своей семьи, интересы своей любимой женщины. Мне нужен мужчина, на которого я могу положиться. Ты пока вот так себя не проявляешь. Да, ты любишь, и да, ты заботлив, и все хорошо, но ты не проявляешь себя именно как защитник, как тот, на кого я могу опереться. И поэтому прости, но я не буду ждать вечно, как ты созреешь, создать семью и оставить ребенка. И вот это мы ему должны донести, ну, примерно мысль. А вам нужно подобрать свои и сказать об этом обязательно мягкая доброжелательность. То есть мягкая доброжелательность, без агрессии, спокойно, но твердо. Так, чтобы он понял, что вы свое мнение не измените. И после этого вам необходимо перестать с ним общаться. Ну, то есть как перестать общаться? Тут очень важно тоже только соблюдать. Не бросать его совсем, нет. Но навстречу, возможно, не соглашаться. А в свою жизнь привнести других мужчин. Я понимаю, что вам тяжело. Я понимаю, что вы не хотите сейчас никого видеть, кроме него. Я понимаю, что вы его любите. Это все понятно. Но мужчине нужен стимул. И те стимулы, те мотивы, которые у него есть сейчас, их недостаточно для принятия волевого решения. Соответственно, конфликт нужно гипертрофировать, гипербализировать, усилить, чтобы все стало более ярко, чтобы конфликт достиг, накал, конфликт восприятия мужчины достиг критической точки, чтобы он тогда уже принял решение. И он его обязательно примет. Не обязательно положительно, то есть в вашей стороне. не обязательно какое-то еще. Но он обязательно что-то сделает. Он обязательно как-то проявит себя. И вот тогда вам будет все ясно, и вы сможете наконец-то прийти к какому-то решению и сделать выбор уже исходя из того, что мужчина вам предложит. На этом все. Надеюсь, что помог у меня. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго. Продолжение следует.